Всем привет! Патч 1.8.1 не заставил себя долго ждать. Он, конечно, не такой обширный, как прошлый, но есть несколько интересных изменений, которые стоит рассмотреть. Полный список изменений вы сможете посмотреть по ссылке в описании. А перед началом ролика напомню вам, что каждый день в 16.00 я провожу стримы на Твиче и Ютубе. Почему вам стоит меня посмотреть? Ну, например, я топ-2 по победам в соло-режиме на ПК при высоком винрейте и КДА. Так что скучно не будет, приходите сами и родственников зовите. Добавлена возможность снять ограничение частоты кадров на PS4 и PS4 Pro. Этот параметр находится во вкладке «Игра» в меню параметра. Включите его, чтобы получить доступ к промежуточным значениям частоты кадров. Сразу сноска, внимание, включив этот параметр, вы увеличите частоту кадров. Но это может привести к скачкам производительности и увеличению задержки ввода. Лично для меня загадка, что дает это консольщикам. Но я точно знаю, что среди моих зрителей консольной элиты очень много. Так что пишите, как вам эта часть обновления. Ну, а пекари, вы пишите свои мысли касательно всего обновления. Буду рад почитать. Теперь прыскучий нектар, именно так локализовали новый расходник, можно найти не только в сундуках, но и среди разбросанных по острову припасов. Исправлена ошибка, позволявшая игрокам пить прыскучий нектар на бегу. Лично я считал это единственной достойной особенностью этого предмета. При его редкости он слишком слабо влиял на игровой процесс. А единственный его плюс оказался багом. Исправлена ошибка, из-за которой прыскучий нектар, принятый на экране подготовки, продолжал действовать после запуска боевого автобуса. Лично я даже нектара не видел во время подготовки, но готов поспорить, что кто-то просек это и обузил целую неделю. Зонды, несущие грузы с перепасами, теперь получают урон, когда их обстреливают снизу. Все, конечно, хорошо, но вопрос, кто-нибудь вообще сбивал грузы. В соло-режиме это слишком палевно, а в складах вечно патронов не хватает. Возможно, в дуо-режиме это имеет смысл, но и там-то патронов не думаю, что много. Исправлена ошибка, прерывавшая процесс воскрешения, если рядом появлялся другой тяжело раненый персонаж. Видимо, можно было заползти под анимацию Реса, и это прерывало процесс. Ввиду моей неприязни к режимам, кроме соло-ку, не сталкивался с ней. Также было исправлено положение камеры при использовании тыквомета. Раньше положение камеры мешало целиться, как по мне, лучше бы исправили звук. Что на тыквомете, что на обычной ракетнице при спаме звуки мало того, что громкие, они до ужаса противные. Повышена устойчивость системы подбора игроков. Это изменение и правда напрашивалось после коллапса серверов в прошлые выходные. Часовые очереди и общая нестабильность довольно сильно раздражала. Улучшена производительность при отрисовке теней от точечных источников света на консолях и ПК. Эта проблема была особенно заметна и в Greasy Grow на Xbox One. Анимация персонажей оптимизирована для улучшения производительности. Устранены рывки во время игры, возникавшие из-за синхронной загрузки ресурсов. Вот эта строчка и правда хороша, если на деле баги с откидыванием, подбором без анимаций и рывками вражеских персонажей вместо бега пропадут, будет очень и очень хорошо. Исправлена задержка при соединении с сервером, возникавшая, когда игрок пытался покинуть бой после истечения времени ожидания или исключения из игры. Теперь участники команды перечислены рядом с меню параметров. На этом же экране можно увидеть, сколько игроков убил каждый участник команды. Там же вы можете заглушать отдельных участников команды в голосовом чате на ПК и PlayStation 4. А игроки хрена коробки смогут заглушить участника команды, открыв его профиль. Ежедневные испытания. Внесены изменения в баланс некоторых испытаний. По сути, просто изменили в меньшую сторону количество необходимых для задания, например, киллов. Видимо, людям, играющим по одной-две игры в день, было сложно их выполнять. В свою очередь, задание проведите бои, количество боев было увеличено с 3 до 5. В заданиях на убийство из определенного вида оружия, количество убийств уменьшено. Убийство из дробовиков с 5 до 4. Убийство из пистолетов с 5 до 3. Убийство из пистолетов-пулеметов с 5 до 2. И снайперских винтовок с 5 до 1. Прогресс измененных испытаний при этом обнулен. То есть, если вы не успели выполнить какое-то из измененных заданий, его прогресс после апдейта станет равен нулю. А испытание «Устраните игроков в отряде» переименовано в «Устраните противников в отрядной игре», чтобы было понятнее, как нужно его выполнять. Видимо, были прецеденты, когда люди не понимали правильно задания. Собственно, на этом пока все. К сожалению, баланс оружия не затронут. Объемность звука так и осталась лишь надеждой. Пишите в комментариях, какие изменения вы ждете в будущих патчах. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok